Здравствуйте! С вами программа «Культпоход». Каждый месяц мы рассказываем о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. В Мордовии прошли мероприятия, посвященные 20-летию канонизации Федора Ушакова. Саровчанка Мария Затонская вошла в лонг-лист литературной премии «Болдинская осень». 60 лет исполнилась со дня основания отдела детских дошкольных учреждений Сарова. В Мордовии прошли мероприятия, посвященные 20-летию канонизации Федора Ушакова. Гости республики посетили различные экскурсии и концерты – усадьбы Великого Флотоводца и Санаксарский монастырь. Праздничные дни, посвященные 20-летию канонизации Федора Ушакова, для Темникова особенные. Святой праведный воин Федор Ушаков – небесный покровитель всего военно-морского флота России и Республики Мордовии. С его именем тесно связан город Темников и его окрестности. Здесь адмирал поселился после того, как ушел в отставку и вел мирную и благочестивую жизнь христианина. Именно благодаря своей вере и делам милосердия полководец прославился в лике святых. Здесь он был человеком уже мирным, вел праведную жизнь, посещал Темников, Санаксар, помогал крестьянам. И люди к нему очень хорошо относились. И вот эта жизнь, она как раз, наверное, и показала его с этой стороны. Поэтому вот сейчас мы имеем великого флотоводца, святого. Он не ждал благодарности, не искал. Слава его сама находила. И поэтому вот среди множества, казалось бы, всех мировых военачальников, вот выбрал его только он, и это видно по делам. Никто в этом плане, потому что святым не делают за подвиги военные. Это, казалось бы, даже противоречит. А именно вот за милосердие, за верность Христу. На торжествах собрались общественные и культурные деятели. Мероприятие посетили и руководители Ушаковского общества, которые есть в разных уголках России. Цель этого объединения – воспитать у молодежи духовно-нравственные ценности на примере святого воина. Сам образ Ушакова он воспитывает. Вот мы очень этому рады, что мы можем ребятам показать пример. Вообще самое главное – воспитание пример, да? Не надо ничего говорить, как надо поступать. Надо просто рассказать пример жизни вот какого-то человека. Для нас это Ушаков. Торжественная часть праздника прошла в парке имени Ушакова. К жителям и гостям города обратился глава администрации Темняковского района Сергей Кизим. Все желающие смогли возложить цветы к памятнику адмирала. После этого иереи республики осветили место под строительство часовни Федора Ушакова. Здесь возложение цветов и освещение часовни, которое… Место под часовни, которое в ближайшее время будет воздвигнуто в память о том, что здесь раньше находился Спас-Парбюджинский собор, где как раз и отпевался Федор Ушаков. Ну, мы, конечно, надеемся, что в дальнейшем все эти события, и череда событий, конечно, позволит возродить этот Спас-Парбюджинский собор. В ближайшие годы получат развитие туристический кластер Темников Санаксары. В его рамках планируется благоустроить город и построить новые объекты, в том числе и короткую дорогу до Дивеева. В честь 20-летия канонизации Федора Ушакова у Дворца Пионер состоялось возложение цветов к памятнику адмиралу и награждение медалями почетных моряков. В мероприятии приняли участие глава города, руководители ядерного центра и члены организации ветеранов военно-морского флота. Уже 10 лет в Сарове существует музей военно-морской славы. Идея его создания возникла еще в 2004 году, но воплотить ее в жизнь удалось лишь спустя 7 лет. Гордость музея – передвижная выставка, которая рассказывает о жизни и подвигах адмирала Федора Ушакова. В честь десятилетия музея, в День памяти святого воина, коллектив наградили грамотой. Я хотел бы получить почетную грамоту, которой награждается коллектив Саровского музея военно-морской славы за вклад в сохранение истории военно-морского флота России в популяризацию достижений отечественной науки, укрепление имиджа ядерного центра и Сарова, а также с десятилетием со дня образования. В честь 20-летия канонизации святого праведного воина Федора Ушакова у Дворца пионеров собрались все те, кто хотел почтить память великого флотоводца и возложить цветы к его монументу. Нам очень приятно, что именно сегодня здесь, в городе Сарове, мы проводим такое памятное мероприятие в честь этой даты, потому что наша местность, город Саров, федеральный ядерный центр связан с именем нашего великого непобедимого полководца с самыми близкими фактами и событиями в истории нашего спецобъекта. Благодаря ему мы налаживаем честные соседские связи с Темниковским районом. Вчера там проходили значительные памятные мероприятия. Саровские представители там также были. И благодаря таким знаменитым людям Саров будет процветать, Саров будет востребован и будет необходим для нашей страны. После возложения цветов почетных членов общественной организации ветеранов Военно-морского флота России наградили медалями. Завершилась встреча в честь адмирала Федора Ушакова «Троекратным ура!» Ура! 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 Рядом с Большим Болдиным прошел восьмой слет молодых литераторов. В этом году он стал частью дополнительной программы. В лонг-лист литературной премии «Болдинская осень» вошла саровчанка Мария Затонская. Ежегодно на слете молодых литераторов собираются яркие и талантливые авторы из разных уголков России для обмена опытом, экспертного разбора своих работ и теплого дружеского общения. На этот раз мероприятие прошло в новом формате. Оно стало частью литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень». В числе авторов длинного списка премии в номинации «Поэзия» стала и саровчанка Мария Затонская. Слет в данном случае был неким промежуточным этапом. На него пригласили людей из длинного списка, так называемого. Этот длинный список составляли ридеры. В ридеры входили писатели, поэты. Ридеры составили длинный список, в который в каждой номинации вошли по 15 человек. Номинации «Поэзия», «Проза», «Литературная критика». Слет молодых литераторов и премия «Болдинская осень» проходили на берегу живописного озера, неподалеку от Большого Болдина. Три дня на природе были проникнуты творческой атмосферой и лирическим настроем. Начинающие поэты, писатели, критики и музыканты посещали лекции и мастер-классы именитых авторов, читали свои произведения, слушали конструктивную критику экспертов. В процессе обсуждений, как раз-таки произведений, я для себя что-то поняла, потому что давали советы мастерам. Ну и плюс вообще любое событие, оно же откладывается на человека, тем более такое необычное, не вписывающееся в рамки повседневное, оно все равно как-то меняет. И это нельзя выразить, но это ощущаешь, что ты вышел из слета каким-то другим. Так происходит каждый год. На конкурс Мария отправила подборку стихотворений, которую назвала «Саровские миниатюры». В них девушка отразила то, что видит, чувствует, улавливает в буднях родного маленького города. В этих непосредственных и неожиданных моментах жизни Мария и находит свое вдохновение. Меня вдохновляет обыденность, потому что, наверное, такая у меня сверхзадача видеть чудо в обыденности. Это и сложно, но это самое прекрасное, потому что бежать от обыденности в поисках иллюзорных каких-то чудес, идей, отстраненных от жизни, мне это не подходит, мне это не близко. 30 августа объявит 7 финалистов, лауреатов премии, которые войдут в короткие списки. А победители получат денежное вознаграждение и право опубликоваться в одном из ведущих российских издательств. Награждение победителей пройдет в Нижнем Новгороде. 60 лет исполнилось со дня основания дела детских и дошкольных учреждений Сарова. В честь этой даты в администрации в рамках ежегодного августовского совещания педагогических и руководящих работников поздравили почетных педагогов дошкольного образования и вспомнили богатую историю детских садов города. Торжественная часть совещания педагогических и руководящих работников прошла в особой теплой атмосфере. Руководители администрации и департамента образования награждали дипломами педагогов школ и детских садов, приветствовали молодых специалистов. Особое внимание уделили круглой дате – 60-летию городского отдела детских дошкольных учреждений. В честь этого весь зал стоя аплодировал почетным работникам детских садов Сарова. Сегодня, конечно, особые слова благодарности людям, которые сидят сегодня здесь вместе с нами. Пусть пришли не все, кого мы сегодня ждали на нашей конференции. И мы, конечно же, искренне благодарим вас за тот великий труд, который на протяжении всей вашей жизни вы реализовывали. За тот труд и за ту часть души, которую вы отдали не только детям, но и, самое главное, своим педагогам, которых вы обучали, двигали и которые сейчас дальше продолжают ваше дело. Первый детский сад в Сарове открыли еще в 1946 году в доме номер 6 по улице Пионерской. Тогда ясельные группы относились к Министерству здравоохранения, поэтому заведующими были врачи, а воспитателями работали медсестры. После того, как детские сады и ясли передали РФЯЦ в НИЭФ, в 1961 году открыли отдел детских дошкольных учреждений. Первым начальником отдела стала муза Михайловна Рыбина. После нее посты занимали Анастасия Александровна Торопова, Галина Александровна Огнева, Ирина Дмитриевна Чулкова, Нина Николаевна Белянина. Отличники народного просвещения делали все, чтобы быть в центре педагогической мысли, стремились к тому, чтобы система дошкольного образования в Сарове была на высшем уровне. Отдел поддерживал постоянно тесные связи с научными методическими центрами, академическими вузами, институтами повышения квалификации Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска. Сначала мы выезжали в эти учреждения, а потом уже ведущие специалисты приезжали к нам в город. Они помогали нам открывать экспериментальные площадки, организовывали их работу. В 1993 году в городе создали муниципальное учреждение детские сады Сарова, в состав которого вошло более 35 садиков. С 2017 года все дошкольные учреждения подведомственны департаменту образования администрации города Сарова. На протяжении 60 лет педагоги и руководители детских садов не только ухаживали за детьми и работали с родителями, но и занимались научно-педагогическими разработками, внедряли различные методики. Были обозначены такие пути развития дошкольного образования – интеллектуальное воспитание детей, физическое воспитание детей, экологическое воспитание детей и научное управление дошкольным учреждением. Использовались только отечественные программы, только отечественный опыт, отечественные методики. В саровских дошкольных учреждениях всегда работали грамотные и трудолюбивые педагоги. Об этом говорят их победы на конкурсах самого разного уровня. Ежегодно в детские сады приглашают ветеранов дошкольного образования. На встречи воспитатели обмениваются опытом и знаниями, делятся бесценными навыками. По традиции дети дарят ветеранам теплые слова и праздничный концерт. 28 августа Саров отмечает 330 лет. Однако еще несколько лет назад мы праздновали 55-летие наукограда. Из-за чего возникла путаница в датах? Из какого события начинается летоисчисление нашего города? Еще в 2009 году Саров отмечает свое 55-летие. Как выяснилось позднее, история города гораздо богаче. В эту субботу он отмечает свое 330-летие. Так откуда есть пошла земля Саровская? До 2011 года днем рождения Сарова считали 17 марта 1954 года. Именно в этот день вышло постановление правительства РСФСР о предании поселению статуса города. Тогда он носил имя Кремлев. Отчет даты, когда город Саров следует считать городом, действительно вызывает много вопросов и размышлений на эту тему. И создавалась даже экспертная комиссия, активисты нашего города тоже поднимали этот вопрос. В общей сложности историками и краеведами было предложено около семи дат, с которых можно начинать летоисчисление нашего города. Среди них дата основания объекта 1946 год, избрание поселкового совета в поселке Саров 1938 год. Другие варианты были на несколько веков раньше. 1706 год, который считается годом основания сайта Саграда Саровской пустыни. Почему монашествующие считают датой основания именно эту? Потому что была освящена первая церковь, церковь Пресвятой Богородицы, ее живоносного источника, которая на данный момент восстанавливается и вот-вот будет закончена. Из всех предложенных дат выбрали 1691 год. Тогда на старое городище пришел монах Арзамасково-Введенского монастыря Исаакий в Схиме Иоанн. Именно тогда, по мнению исследователей, сформировалось историческое ядро Сарова. Официальным днем рождения города эту дату признали в 2011 году. Тогда Саров отпраздновал свое 320-летие. Больше возрастных путаниц с ним не происходило. Мастера из Сарова и Нижнего Новгорода продолжают роспись в храме в честь иконы Божьей Матери «Живописный источник». К концу сентября планируется закончить основную часть росписи. В октябре работы завершат полностью. Расписывать храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» начали больше года назад. Уже готов алтарь. Художникам осталось завершить работу в основной части храма. Мастера стремятся воссоздать исторические детали первой церкви Саровской пустыни и расписывают стены по старым архивным фотографиям. Заканчиваем живопись и реконструкции свода, который отражен был на фотографиях архивных. И завершаются работы над живописью в трапезной части храма. Также аргументальные работы уже в стадии завершения. Художники расписывают стены масляными красками по специально подготовленной шпаклевке. Все библейские сюжеты и лики святых пишут в стиле академической живописи, которая в России получила распространение еще в начале XIX века. Изображения получаются очень реалистичными, величественными, с проработкой мельчайших деталей. В таком стиле особенно сложно расписывать купол. Сложности с расписью купола заключаются, наверное, в том, что размер очень большой. Раз. Во-вторых, это все-таки потолок. Два. И его не посмотреть, от него не отойти, его иззалека не увидеть. То есть можно расписать, а когда снимут леса, это могут быть неприятные сюрпризы. Над росписью церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» трудится около 15 человек из Сарова и Нижнего Новгорода. Художники из Нижегородской иконописной мастерской «Ковчег» уже расписывали в Сарове Успенский собор, храм Иоанна Претечи, храм Зосимы и Саватия. Роспись храма – дело непростое и кропотливое. Здесь нужна аккуратность, точность, немалая выдержка и сила воли. Неподготовленный человек вряд ли справится, но нанести несколько штрихов мне по силам. Сейчас в храме заканчивают основные этапы работы, а в течение октября роспись планируют завершить полностью. На дворовой площадке по Московской 25 активисты клуба «Мечта» провели для ребят игру «Рюхи». Дети разбились на команды и угадывали значение старинных русских слов. Клуб «Мечта» продолжает радовать ребят летними мероприятиями на дворовой площадке по улице Московской 25. На этот раз детвора играла в игру с необычным названием «Рюхи». Это одно из названий русской народной спортивной игры «Городки». Изначально в ней нужно было с определенных расстояний выбивать битые фигуры. Теперь ведущий называет старинные русские слова, а участники должны отгадать их значение из предложенных вариантов ответа. Мы играли в упрощенную игру, но изначально игра немножко другая, там можно обманывать. То есть команды дают заведомо ложный ответ, чтобы сбить другого игрока. Но вот так как мы играем с маленькими детьми, мы делаем правила немножко упрощенными. Игра «Рюхи» позволила проявить ребятам всю свою ловкость, находчивость, логику и фантазию. Дети узнали много интересного и познавательного, и открыли для себя мир новых слов и значений. Были сложные загадки, были легкие загадки некоторые, и было очень интересно. Мне понравилось-то больше всего отгадывать, какое это слово именно. Активисты клуба «Мечта» так организовывают летний досуг детей, чтобы ребята смогли отвлечься от экранов телефонов, найти занятия по душе, пообщаться и познакомиться с новыми друзьями в реальной жизни, в режиме офлайн. Сейчас же много сидят в телефонах, постоянно дети, и чтобы они не сидели постоянно вот в этом телефоне, не утыкались в экран, они выходят во двор, мы с ними играем, проводим вот такие вот игры, они узнают много нового, развивают фантазию, ловкость, смекалку. На дворовой площадке клуба «Мечта» для ребят есть информационно-познавательный стенд, где активисты размещают интересные факты о различных праздниках и даже новости олимпийских игр. Там же можно узнать расписание мероприятий клуба на неделю. Дворовая площадка клуба «Мечта» будет работать до конца августа. Мероприятие для лиц старше шести лет. Цените искусство во всех его проявлениях и не переставайте развивать свои творческие способности. С вами была программа «Культпоход» и я, Екатерина Шмакова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова